Источник мироздания Добрый день! В ноябре месяце в нашей компании был юбилей. Нам исполнилось 10 лет. Мы уже давно работаем, но я работаю дольше. Я старше компании. И предлагаем вам во знаменование нашего праздника поучаствовать в нашей викторине. В нашей викторине будет присутствовать 7 вопросов. Почему 7? Да потому что это число Бога. Вопросы на смекалку, вопросы на сообразительность, на знание автомобильной техники, вопросы с юмором сложные и простые. Ваши ответы на наши вопросы я вас попрошу присылать на мою электронную почту, которая будет здесь в титрах. И эту же электронную почту я оставлю под моим роликом. Тот, кто первый, в наиболее полном объеме и с юмором ответит на все вопросы, получит призы. В этом случае существует первые три призовых места. За первое место памятный подарок в виде вот такой футболочки и вот такого рюкзачка с нашей надписью. Дорогу осилит идущий. За второе место вот такую футболочку. И за третье место наш памятный рюкзачок, в который удобно складывать всякие разные документы. Итак, викторина. Первый вопрос. На него смогут ответить те, кто не снимая, ездят на автомобилях, не снимая ногу с педали газа. Самолетная деталь в автомобиле. Это? Второй вопрос. На него знают явно ответ любители автомобилей марки BMW. Что именно изображено на эмблеме автомобиля BMW? И почему? Третий вопрос. Получил наиболее хорошее распространение в соцсетях. Он является наиболее актуальным в наше время. И получил распространение на парковках. Что общего между шофером и кочегаром? Четвертый вопрос. На смекалку. А сколько поворотов в Москве? На пятый вопрос знает ответ мой знакомый мастер Алексей, который занимается ремонтом стартеров и генераторов. А что такое кривой стартер? Шестой вопрос. Он из истории развития дорожного движения в России и в СССР. Когда на автомобилях не было указателей поворотов, как другие участники движения понимали, в какую сторону будет поворачивать автомобиль? И на седьмой вопрос знают ответ корифея ремонта советских автомобилей. Деревянная часть в автомобиле, в двигателе автомобиля ЗИЛ-130. Где располагалась и для чего была нужна? Высылайте свои вопросы. Высылайте свои ответы. Мне на электронную почту. И вы получите наши памятные подарки. Жду от вас ответов.